Друзья, всем привет! Привет! С вами Санек. В общем, видосик сегодня такой, можно сказать, печальный. Вот, померла у меня, мужики, болгарочка. 100, 125, интерсколовская. Вот. Что с ней произошло? Короче, поставил вот такую вот шайбу, попробовать. Стоит, кстати, шайба 600 с лишним рублей. 680, что ли, покупал у нас в местном магазине. Налички, может, конечно, дешевле, но, тем не менее, захотелось попробовать. По итогу, что закусила диск. Шайбу это так зажало. Я у нас стучал уже, и как только там не извращался. Шайбу так зажало, что ее ни рук пальцами схватить, ни ключом схватить, вообще ничем. Вот. Здесь тоже, как бы, мало под вот этот ключ. Ключ, наверное, тоже согнута, не я уже выровнял. Мало под этот ключ. Значит, просверлено, абсолютно не зацепится. Кое-как, кое-как ее сбил. Ну, сбил, конечно, замечательно. Кнопка выломалась, выломала корпус подшипника. В общем, вот это вот, как ее назвать, корпус редуктора под замену. На Алике есть, в районе тысячи рублей стоит. В общем, нужно заказать и поправить положение. Есть у меня еще одна болгарочка. Вот такого плана тоже отработала, я не знаю, верой и правдой. Наверное, лет, года четыре, наверное, как минимум. Вот этой и года не прошло, из-за вот этой шайбухи. А так бы еще молотить и молотить. Вот этой года четыре. Ну, фирма была Workmaster. Китай китаем, но у нее присутствует регулятор оборотов. Было очень обалденно. Где-то что-то шлифануть, где-то что-то там почистить. Обороты убавил. Вообще шикарно. Шнур я здесь поставил более длинный для удобства. Ну, вниз с ней что-то тоже произошло. Не знаю, то ли подшипники рассыпались. То ли втулка, то ли еще какая-то беда. Короче, какие-то звуки издает печальные. Все работает. Моторы крутят. Что здесь, что здесь. Вот, кстати, мотор здесь якобы в Интерсколе 900 ватт. 11 тысяч оборотов. Здесь я, мужики, честно сказать, ну, не помню. Ну, не помню. Ну, где-то, ну, не 900 пускай. Ну, примерно около того. 750 где-то, я думаю, ватт стабильно. Возможно. Может, меньше. Работало замечательно. Так. Что? 125-я. 125-я. Хитачка. Вот еще есть у меня хитачка. Эту болгарочку мне вообще подарили. Она была подклинившая. Сказали, не работает. То есть, включаешь, она мычит, а не крутится. Я ее разобрал. Была подплавлена немножечко, немножечко пластмасса. Где обмотка. Такой вот защитный такой кожух. Вот. И он касался вентилятора вот этого. Я его немножечко подшлифовал. На место такой же подплавленный кинул. Включил. Работает по сей день. Абсолютно никаких проблем. Не было ручки, не было защиты. Ручка у меня с фиолента с какого-то. Не знаю, откуда она взялась. Возможно, с миксера фиолента. Который был недавно в видосе, где мы точили шкив. Это защита с этой болгарки. Тоже защиты не было. Она была вспомогательная. Значит, стояли здесь лепестковые круги. Вот эти вот мужики. Как их называют-то? Щетки, да? Вот. Как вспомогашка. Чтобы каждый раз их не отстегивать. Здесь была основная болгарка. Стояли отрезные. Зачистные. И так далее. Там подобное. То есть, чтобы не снимать лишний раз защиту. Если мне нужно где-то за честным залезть, да? Шлифовальным. То он был без защиты. Очень удобно. Вот такие вот дела. Поэтому остался без второй болгарочки. Кто-то скажет, а зачем тебе столько много, мужики? Ну, кто работает много, тот понимает, о чем я говорю. Снимаю все с первого дубля. Гайки. Материться не буду. На выброс. На выброс, как говорится. Ну, дерьмецо полнейшее. Кто захочет брать, лучше возьмите вот такого плана. Стоит в 6 раз дешевле, но откручиваются в 100 из 100. Нежели вот эта вот штука. Деньги на ветер. Так, ладно. Много разговариваю. Купила себе еще одну болгарочку. Некогда мне ждать, пока придет корпус с Алика. Некогда заниматься вот этой. Там вникать, что с ней произошло. Возможно, какими-то долгими зимними вечерами. Когда буду без работы, я разберусь, сделаю. Купила себе болгарочку. Еще одну. Заехал сегодня в магазин и взял. Сейчас покажу. Значит, вот она сама коробежечка. Называется вот так. Ну, это, мужики, не реклама. Реально купил. Даже ценник висит. Стоит 3,5 рубля. Параметры, друзья, это капец. Это капец. Можете посмотреть и просто офигеть, да? Ну, я смеялся долго. Ну, взял. Поверьте мне, взял. 1100 ватт заявлено. 1100 китайских ватт. Это можно смело вот так вот разделить пополам. Вот 500 честных у нее будет ватт. Здесь 900. Здесь вот, мужики, сейчас даже на хит-тачке гляну. 580. Ну, все видно, да? Не знаю, фокус. Наведется нет. Как бы закрыть. 580 ватт, 10000 оборотов. Здесь будет примерно то же самое. Давайте сейчас ее распечатаем. Ручечка с названием. Уберем, чтобы не путались. Так, дальше. Защита такой кожух простенький. Винтик маленький. Так, сама болгарочка. Вот так это выглядит. Так, ага, ключ еще есть. Вот такого плана. Ничего, пускай будет. Так, книженция и щетки запасные. Все. Моделька у нас сейчас скажу. Вот. ПВ-1100ЕС. Чем-то она мне напоминает этот же Интерскоп. Я имею в виду по толщине корпуса. по обхвату и по дизайну вот этого хвоста. Вот не знаю почему. И даже вот по кнопке, по кнопке, по редуктору, друзья. Блин. Один в один. На хитачке не так. На вот этой штуке тоже не так. А вот это вот. Сейчас я даже кнопочку найду. вот нашел. Вот. Единственное, корпус другой. Якобы, 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 пишут. Магниевый корпус редуктора. Насколько он магниевый, неизвестно. Регулировка оборотов присутствует. Вот она, сзади. Шесть положений. И стабилизация оборотов. Сейчас мы проверим. Кстати, сетевой кабель три метра. Да, стабилизация оборотов. Вот такой вот длинненький шнур. Сейчас я его размотаю. Это, кстати, огромный плюс. Есть у меня этой фирмы шуруповерт от сети, сетевой. Я его сейчас покажу. До сих пор работает. Шуруповерт сетевой Интерскол Помер. В свое время шуруповерт Фиолент. Кстати, да нет, на шуруповерте нету таких ручек. Фиолент Помер тоже. А прокрафт не знаю, почему-то держится. До сих пор им пользуюсь. Опять же, это не реклама. Просто покупал это все в местном магазине. Потому что чем-то нужно работать и работать нужно срочно. Вот, как-то так. Давайте сейчас поставлю сюда защиту. Вот. Кнопку я вот здесь развернул. Поставил ее в стороне, чтобы было удобно мне включать. Вот. Редуктор здесь разворачивается. Ну, знаете, откручиваются четыре винта и крутятся в любую сторону. Кто-то пилит искрами на себя. Мужики, хотите сжечь себя, сжигайте. Я люблю, когда мне не летит ни в лицо, ни в одежду, ни в пузо, никуда. Вот, от себя. Здесь у меня тоже кнопка выведена в сторону. Хоть так пили, хоть так переверни, пили. Кнопка находится с одной и той же стороны. Вот. Здесь у меня также развернут редуктор кнопкой в сторону. Мне так удобно. Поэтому сейчас первым делом откручиваю четыре винта и ставлю кнопку вот с этой стороны. Дальше ставлю мужики в кожух, ручку, распутаю кабель, посмотрим и проверим его. В общем, поставил все на место, прикрутил защиту, ручку, размотал шнур. И так, для сравнения, сейчас отойду назад. Вот, два шнура, вот один вот этот, это Интерскол, другой Хитачи, ну и третий он, висит как висит. Ух ты, вот так вот. Ну там, да, три метра и будет, я думаю. Вот, это большой плюс. и шнур мягкий, мужики. На шуруповерте это вообще дубовый, не гнется. И это такой же. Шнуры мягкие у них, не дубеют. На шурупе такой же, очень понравилось. Пользуюсь уже, не знаю, на рабочих года. Так, то я говорю, говорю, не показываю, да. вот он, шуруповерт сетевой, сетевой. Использую как такую легенькую дрель. Переключается, все работает, все замечательно, есть даже подсветочка. Мужики, ну, шурик обошел даже болгарку по мощам. Вот. 1350 китайских ватт. Долго я тоже сменялся, но взял. И вот, по сей день он еще маслает. Смело, смело, можно сказать, что тысячу можно откинуть, 350 ватт вот здесь и есть. Единственное, поменял здесь патрон, потому что родной был до того неудобный, не схватиться, не зажать, ничего, поставил чуть больше патрон, и как бы стало намного удобнее все это дело зажимать и работать. Вот. Так, дальше, давайте пройдемся по вот этим шайбам, на которые устанавливаются диски отрезные. Значит, на этой вот такая вот, друзья, толстенькая, на интерсколе, можно сказать, в два раза тоньше, не знаю почему, на вот этой вещи, прокрафт, они одинаковые, они одинаковые, и на хитачке идентичные, на хитачке проточка, она всю почему-то сделана, здесь вот как-то все идут в углублении, ну здесь вот, что-то интерскол, как-то, я не знаю, что-то, ну могли бы что-то посерьезнее сделать, или что-то специально так сделать, без понятия, здесь вот так, то ли левак, чистейший, наверное, Китай, а что здесь написано, здесь Чино, мужики, так что, Китай и Чино, это разные вещи, так, что здесь, Мада Ин, ПРК, это что такое, без понятия, ПРК, ладно, разберемся, а, кстати, эта шайба имеет вот такие вот, мужики, риски, для того, чтобы держался диск, остальные, остальные, где они тут попадали, вот, этих рисок не имеют, просто гладкие, здесь, 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 а здесь, имеется, вот, ну, у хитачки, своя шайба, прижимная, она там, входит, входит, друг в друга, в общем, не просто так, капитально, входит, вот, миллиметровые круги, ей зажимать, вообще, шикардос, ладно, давайте, подключим, так, ну, это понятно, подключать не будем, это, тоже, уже проверенный, нас интересует, вот, эта штука, будет она, стабилизировать обороты, и регулировать, или нет, и так, мужики, микрофон, положу, будем слушать звук, я не знаю, может, вот так повесить его, чтобы было слышно, разница, кстати, подключил, китачи, поставил, щетку, и, подключил, вот эту, новенькую, также поставил, щеточку, и давайте, включим, первый, кольца, пуск, это, шестое, сейчас стоит, положение, еще раз, ну, плавный пуск, имеется, по звуку, вроде бы, как присутствует, плавный пуск, потому, что плавно набирает, и плавно останавливается, ну, не совсем плавно, тем не менее, быстро останавливается, отлично, хитачка, ну, интерскола пока нет, сравнить, пока не придет корпус, хитачка, набирает быстро, останавливается намного дольше, еще раз, я думаю, слышно, было бы прикольно, если бы, работала болгарочка, которая, с регулятором, оборотов, так, ну, максимум, послушали, давайте, минимум поставим, среднячки, это уже не то, все, выкрутил до конца, включаем, еще раз, ну, такое ощущение, что, стабилизация есть, да, он вроде как набирает, а потом чуть скидывает, и потом, вот как-то, вот он, вот так вот, а давайте, на верстак, щетку поставим, запись хоть идет, я не знаю, люблю эти вещи, поставить, рассказывать, а запись не включить, давайте попробуем, на верстак поставить, и проверить, как работает под нагрузкой, первое положение, минимальные обороты, на них и будем проверять, потому что, нагрузка будет, самая большая, на первом положении, так, прикольно, как бы, как бы, вот так, зафиксировать пониже, я не знаю, чтобы звук был слышным, опа, не работает, мужики, что произошло, выключаем, что-то произошло, ну, что, мужики, могу сказать, видно, нет, я думаю, видно, хватает на полчаса, обычных, самых дешевых батареек, хватает на месяц, вот этих, на полчаса, я не знаю, 65 рублей, штука, полчаса работы, ладно, погнали дальше, ну, что, мужики, испугались, не переживайте, все нормально, все работает, все замечательно, огромный плюс, вот этой болгарочки, это то, что здесь, стоит защита, от, дурака, что это такое, я думаю, все, все знают, показываю наглядно, пошла нагрузка, чтобы не спалить движок, болгарка, сама себя, выключает, так же точно происходит, при заклинивании диска, как только диск, закусила, болгарка, остановилась, причем, остановилась, видели, резко, от нагрузки, что нужно сделать, нужно выключить кнопку, и заново ее включить, приколюха, да, а ведь этого, не написано, ни на упаковке, ни в мануальчике, не указано, что эта функция присутствует, вот, она есть, а она, мужики, есть, это очень прикольно, то есть, проводочка, подгорать не будет, если пошла нагрузка, не подсильная, этой болгарочке, она просто, сама себя, выключает, вот и все, интересно, на больших оборотах, можно, можно так отключить, делаем шестерочку, большие обороты, это у нас, сколько, 11000, поддержание оборотов, присутствует, еле-еле, мужики, остановил, выключаю, офигенский, просто офигенский, и так, друзья, в принципе, видос, на этом можно закончить, что хотел, то показал, показал, своего очередного помощника, в моей мастерской, видели, возможности, этой маленькой болгарочки, функции остановки двигателя, нет, ни на хитачи, ни на интерсколе, ни на любых других, болгарочках, 125, я таких функций, не встречал, кто там, скажет, Саня, зачем тебе этот дешман, гонишься, там, за всякими, такими фирмами, мне нужна, вспомогательная, болгарочка, у меня есть, как бы, да, такая, есть, Макита, вообще стоит на отрезном станке, еще одна Макита, у меня вообще, две, три, 230, одна, 180, и вот уже, четвертая, 125, не считая, вот этих вещей, я как-нибудь покажу, сколько у меня, шуруповертов, вы не поверите, не сетевых, сетевых, четыре, обычных 10, как бы и смешно не звучало, 10 штук батареечных, мужики, шуруповертов, шуруповертов, дрели, да, это тоже отдельная тема, вот, как-то так, в общем, кому понравился видос, обзор, ну, конечно, не реклама, ну, что купил, то и показал, мужики, поэтому, здесь как есть, как есть, всем пока, с вами был Санек, кому понравилось, ну, оценивайте, пишите комментарии, пишите, что вы думаете, по этому поводу, да, получилось, конечно, нехорошечно, нехорошечно, но, исправим, будет, 4 рабочих болгарочки, как-то так, ну, работать надо, потому что, нужно распиливать технику, диски мне отрезные, человек уже привез, вот, миллиметровые, 230, в общем, следующий видос, будет, о нем, все, всем пока, с вами был Санек, скоро увидимся, с вами был Санек. Торо, Санек. Санек. Санек.